Вот про Европу, вот знаете, эпоха же просвещения, высокие отношения. Три дня заседал совет императора в Вене, чтобы решать, должен ли император, милостью Божией, принять короля избранного. Ну, Собеский-то избранный был, блин, непонятно кем. И за это время, понятно, турецкий. А австрийцы надо было, чтобы согласовать действия, но турецкая армия успела уйти, оставив только нам секрет капучино, если вы знаете. Нет, не знаю. Не знаете? Нет, не знаю. Дело в том, что обоз, значительную часть обоза была брошена, и было кофе в зернах. Знали, что это кофе, его пытались по-разному варить, у одних не получалось, у других что слишком горький. И монахи, которые путешествовали, они с медом и молоком сварили и вот напиток предложили. Из какого были ордена монахи? Капуцины. 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 И вот это отсюда капучино. Капучино, капуцинский кофе. Как интересно. Да, это после осады Вены. Оно осталось, и просто не знали, что с этим делать. Дикие люди, ну в кофемашину засыпь, блин. Да, и все нормально. И все нормально будет, блин. Тогда это будет уже лоте, наверное, капучино. Не говоря и так, зерна очень хорошо, если, так сказать, много выпил, оно трезвит, если погрызть кофе. Я это с молодостью знаю. Серьезно? Да, да, да. Только нагрузка на сердце большая, чтобы разгрызать. Очень сильная. Да, конечно, это вы грызете. Но 5-6 зерен, и в общем-то ты так... В форме. Да, так сказать, как это... Уходишь из творческого процесса и возвращаешься к свинцовым мерзостям быта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова